всем здравствуйте о всем нас уже двое перчатки наденем перчатки здравствуйте здравствуйте в процессе подключения и нас уже двое у нас уже трое ну в любом случае будем работать потихонечку вливаемся в рабочий режим сегодня у нас четверг 2 часа дня и даже уже несколько минут набежала и мы как обычно очень часто вернее проводили прямой эфир в 2 часа дня в группе вконтакте и в связи с тем что был маленький у нас тут перерывчик не было в отпуске ну и как бы вот две недельки отпуска пролетела вернулась обратно в ростов-на-дону и надо приступить к исполнению своих обязанностей всем здравствуйте кто к нам присоединяется как обычно хочется спросить нас видно слышно у нас уже больше стало и итак девчонки сегодня у нас четвертого часа дня ростов-на-дону у нас прямом эфире меня зовут наташа как люгина я инструктор школы мирошниченко в городе ростове-на-дону работаю уже много-много лет вот и обычно вот раз в неделю в четверг мы встречаемся с вами для того чтобы обсудить материалы которые вышли в компании значит обсудить какие декорации новые вышли в компании слайдеры наклеечки до шарми кончики специфическое название вот и значит встречаемся для того чтобы обсудить выход новых новинок и сделать какие-то несложные быстрые варианты дизайна да ну во первых всех конечно с весной еще вот в марте я не выходила прямой эфир потому что была была в отпуске в городе иркутске может быть кто-то нас смотрит в иркутске была в городе иркутске мы ездили с друзьями на байкал на на альхон в хужир путешествовали по байкалу например на чудеснейших хивусах очень было здорово и классно вот я вернулась и начинаем потихонечку работать и так девчат значит пока я была в отпуске очень много новинок интересных вышло в нашей компании и одна из новинок это набор гель-лаков набор гель-лаков которые называются вот так красивое такое название soulful morning до душевное утро переводится и конечно же весна любовь цветы прекраснейшее весеннее настроение должно быть у всех но и такие же дизайны и вот на основе гель-лаков до использовала гель-лаки только как раз таки из этого набора вот и что хочется сказать что хочется сказать добрый день добрый день попробовала все восемь оттенков и здесь их восемь оттенков единственная выкраску пока не сделал надо сделать ну кто давно работает с материалами от компании эми должны помнить что были такие чудесные гелевые краски или даже было правильно название краски гелевые их было 10 оттенков и назывались они пастель звенит это было много-много лет назад потом выходили гель-лаки с одноименным названием наборчики 10 штук тоже как бы ушли в историю и вот немножко обновилась все это дело восемь цветов очень красивые нежные оттенки значит это очень похоже на пастель звенит но качество гель-лака конечно же в разы лучше стало очень плотно ложатся в один слой очень тонко наносятся очень быстро высыхают и я была потрясена как легко не покрываются как бы как легко из этих гель-лаков сделать градиент причем градиент не только из двух цветов градиент из трех из четырех если хотите можно хоть все восемь самое главное чтобы длина ногтевой пластины позволила смешать восемь оттенков на поверхности вот но 234 цвета вообще просто на ура причем найти как бы за один проход буквально ничего не надо никаких вспомогательных не сыпать не акриловой пудры там чтобы интереснее поверхность было не ходить туда-сюда этой кисточкой просто сверху вниз от кутикулы но мы сейчас как бы сделаем это все то есть оттенки очень легко наносятся и шикарно можно хоть из пяти и шести цветов сделать градиент на одном ногте за один раз за один проход очень качество хорошая и вот красивый конечно нежные оттенки ну что говорить если я думаю что вы видите животно типсиках правильно давайте вот так сюда переставлю от учета я просто пыталась логотипы ими оставить вот видите то есть практически все покрытия с градиентом сделаны практически вслед не на есть однотонная прикольная но в основном как бы с градиентом вертикальным горизонтальным и так далее часто выставляю типсики просто так как готовое решение готовое решение из гель-лаков до которые вот они у нас душевное утро набор гель-лаков классно такая красивая коробочка такой красивый сиреневый цвет значит продается как обычно как правило продается в наборах до последнее время на все гель-лаки есть 9 миллилитров расфасовочка есть 6 миллилитров наборчиков вот ну в данном случае вот у меня 6 тут все описано все цвета вот они с 409 номера по 416 номер очень красивый розовый красивый голубой красивый желтый офигительный просто 414 вот то есть как бы набор кайфушный и по 9 миллилитров есть набор есть по 6 миллилитров ну что хочется сказать ну нежные пастельные такие легкие оттенки палитра состоит из восьми освежающих оттенков из восьми цветов так это я характеристику да пытаюсь составить которые отражают ощущение свободы легкости и весенне-летнем воздухе от нежно-фиолетового цвета до тиффани плотные оттеночки идеально подходят для создания не только актуального однотонного покрытия но и дизайна в стиле градиент это я уже даже вот не читая характеристику это я вам сама сказала от себя потому что попробовала значит ну конечно же в набор как всегда входит комплект ложечек комплект наклеечек которые можно наклеить на ложечки и вам будет удобно демонстрировать вашим клиентам да вот наклеечки идут тут в наборчике так ну и удобный формат естественно упаковки очень компактно очень красивенько ничего лишнего здорово красиво нежно такой по девичьи по девичьи так ну и в принципе про гель-лаки сказала все теперь нам нужно сказать следующее что вышли замечательные декорации которые мы сегодня как раз таки и возьмем в работу я подняла глаза помню помню это по видимо по поводу пастели звенит гелевых красок и гель-лаков привет всем всем доброго помню помню здравствуйте здравствуйте наталья рада встрече взаимно так очень рада всем вам и так значит я сейчас попробую по цвету по номерам а вот так вот клубничный джем номер 102 nail dress классные клубнички здоровски плотная картинка на белой основе на любом цвете видны растворяются за 2 секунды в воде и естественно очень тонкая пленка качество слайдеров конечно очень высокого класса следующий вишневый сад номер 103 вишенки цветы вишни давно можно сказать сакуры очень классные такие маленькие в одиночной соцветиями и так далее здесь сзади тоже клубничные такие цветочки очень кайфово так это значит 103 вишневый цвет теперь акварельные эскизы да вот такие вот клякса цветные цветочки на фу на цветном фоне вот смотрите такой вот сиреневый фон раз и цветочек видите вот так прикольно смотрится то есть это уже все готово то есть не надо никакой не фон было делать ничего абсолютно вот такой вот красивый акварельные эскизы номер 108 и 110 это летняя летняя природа отдельные цветочки вот смотрите прикольно я делала прям россыпью видно вот они главное что все цвета сочетаются между собой чего бы вы не прилепили вот видите тут пчелку взяла с летних с летней природы со слайдеров с нелдрессов цветочек ну я конечно же вот тут немножко доработала объемные дать такие в лепесточки сделала с помощью импасты то есть просто сверху картинки взяла немножечко добавила объем чека так значит их всего четыре и так номер 110 летняя природа номер 102 клубничный джем 103 вишневый цвет и акварельные эскизы номер 108 это у нас слайдеры да то что размачивается в воде так и конечно же красивучие шарми кончики они меня тут тоже так все немножечко в разброс попытаюсь сделать так чтобы как-то по номерам что ли 229 231 это вот так 228 230 и 234 вот так по порядку сложила так вот такие вот словечки там love summer там ну лето любовь там понятно конфетка это так далее это курсив называется шарми кон номер 229 курсив видно золотые серебряные черные наклеечки виде отдельных словечек словечки это всегда прикольно это в словечке любые словечки неважно они очень сильно осовременивают любые дизайны так вот здесь такие крылышки веточки самолетики и сложены из бумаги прикольный номер 229 любовные письма я наверное неправильно сказала номер неправильно увидела здесь 228 до курсив это будет 228 шарми кон а 229 это как раз таки будет любовные письма тут всякие веточки конвертики золотые белые черные надписи прикольные штучки такие маленькие тоненькие так здесь у нас что 230 уличный стиль но такие вот видите как раз таки не отдельные слова до целые фразы прикольно такие яркие так и и и вот тут уже пользовалась цветы и фразы 231 номер это я уже ну просто использовала пока варианты делала золотые черненькие так вот эти очень забавные варианты ой тут вообще супер и воздушный шарф и фотоаппарат и автобус и вот тут вот у нас питер кусочек вот здесь у нас париж немножко то есть вот как бы классные это для путешественников лето впереди путешествие номер один называется шармикон 232 номер 232 номер видите там вот фотоаппаратики питер автобусик сердечко надпись в стаканчике из подмороженного путешествие travel и так далее то есть самолётики и так далее кайфушно то есть впереди весна начинается далее это отпусков не за горами классно вот еще вариант такой морской темы 233 путешествие номер два путешествие номер два пальмы острова восходящее солнышко сердечки и вот такие всякие пути и так далее но тут пальмы прикольно вот градиент сделал пальму приклеил и все больше ничего не надо классно будет смотреться так и тут тоже немножечко потрепанные вариантики просто уже когда дело сейчас образцы использовал 234 номер летний день 234 шармикончик так и того их всего восемь летний день тут кстати тут такие вот птички летят надписи по поводу того что это лето возьми это лето там и так далее то есть их всего восемь штучек новых 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 где-то видимо я в пути потеряла еще один какой-то ну я думаю найдется ладно то есть и в принципе не такое уж большое количество на путешествие летние варианты наверное придут совсем по вкусу так ну и всего четыре нелдресса уже не буду повторять вишенки клубнички и цветочки и так далее это значит ну чтобы не быть голословной нужно как бы вернемся к разговору о градиенте о градиенте я сейчас листик переверну а то что чем-то испачкала ну чтоб камера вот так вот так ну чтобы подготовить любую кисточку к работе а мы возьмем кисточку для градиента она у нас одна единственная номер четыре видно вот она четверочка такая кисточка прореженная значит мы девчат не моем кисточки в спирто содержащих растворах в ацетона содержащих растворов жидкость для снятия гель-лака мы берем с вами просто жидкую базу бейс гель в нашем случае капелька буквально и кисточку промываем в капельке базы все промыли в капельке базы видите вот все с нее вычистили вчерашний гель который оставался на кисточке все палитра в сторону ну и потихонечку начнем ну давайте возьмем какой-нибудь розовый вариант 215 номер и давайте возьмем какой-нибудь сиреневый например вариант хотя в принципе можно взять любой цвет я хотела сиреневый что-то передумала мне такой вариант уже есть я наверно какой-нибудь другой возьму давайте возьмем вот неожиданно так бирюзовенький как вы к этому относитесь можно кстати как под разбавить ой точно давайте еще давайте сразу три цвета возьмем вы не против я не против так три цвета и поговорим про градиент из трех цветов и так тот цвет который будет девчат сверху конечно же вы наносите совсем совсем чуть-чуть и совсем совсем маленькой тоненькой узенькой полосочкой и около кутикулы то есть уже мы подразумеваем с вами что сделали маникюр до нашей клиентки сделали укрепление базой просушили и теперь наносим цвет и у нас с вами будет градиент который будет состоять из трех цветов не надо сильно жирно наносить гель-лак гель-лак должен быть нанесен тоненьким слоем аккуратненько и третий цвет причем когда наношу третий цвет который внизу будь он третьим вторым или четвертым да неважно занимает на свободном краешке до свое место вот для нижнего цвета всегда нужно отводить чуть побольше места нежели а для двух верхних цветов до или для верхнего покрытия и можно взять и подмешать чистой кисточкой границу между верхним цветом и нижним цветом кисточку вытираете и между вторым цветом да ну и нижним данном случае третьим цветом нижним бирюзом розовенький видите немножечко подмешала все этого достаточно и теперь чистой кисточкой мы с вами двигаемся от кутикулы вниз к свободному краешку вот смотрите обязательно кисточку чистую да обязательно с упором и теперь аккуратненько из-под кутикулы туда-обратно чуть ниже туда-обратно чуть ниже и обычно девчатам классе говорю пусть хоть дед мороз войдет в дверь мы не должны с вами прерваться от самого начала до самого конца имеется ввиду от кутикулы и вниз к свободному краешку без остановок спокойненько двигаемся кисточку не вытираем и спокойненько распределяем гель-лак убирая все излишки от свободного краешка так прошлась один разочек пройдусь конечно же второй любом случае все покрытия всегда делаются в два слоя да и данном случае это будет не исключение то есть мы первый слой с вами когда нанесли сейчас моего конечно же немножечко истончили истончили для чего для того чтобы верхний цвет до плавно натянуть на второй цвет второй цвет натянуть на третий да и получается у нас вот такой вот легкий такой весенний радужный переход из одного цвета в другой все все излишки убрали конечно же просушили видите три цвета задействовали и нужно конечно же в первом слое добиться плавного перехода цвета просушиваем 30 секунд и теперь повторяем все то же самое еще раз помните о том что девчат не надо наносить очень жирный слой все должно быть очень тонко нанесено и аккуратненько убираем все излишки аккуратненько добавляем второй слой очень тоненько желтенький цвет прижимайте кисточку распределяя по поверхности гель-лак очень равномерно не надо жирно ни в коем случае второй цвет стык в стык с получается с первым и третий цвет третий цвет на свободном краешке и третий цвет всегда занимает чуть больше места нежели верхний цвет так и теперь аккуратненько девчат так легче будет так проще это займет несколько секунд но в результате качество градиента будет хорошим смешали границу между верхним цветом и вторым цветом и между вторым цветом и нижним цветом все аккуратненько смешали все вот такой вот получается у нас полосатик до грубо говоря и теперь двигаемся от кутикулы чистой совершенно кисточкой туда обратно чуть ниже как будто бы натягиваете верхний цвет до на второй цвет а второй цвет продолжаете натягивать на нижний цвет и не отрывая практически руки все движения кисточки сверху вниз сверху вниз очень подробненько не пропуская ни одного миллиметра аккуратненько проходимся от кутикулы вниз к свободному краешку цвета очень легкие вы знаете вот кстати если вы не делаете градиент как бы относитесь к нему так ой да ну нафиг надо больше там проблем с ним чем будет хороший исход вот попробуйте вот эти цвета они реально они сами перемешиваются самое главное без суеты не наносите очень жирно тоненький аккуратненький слой и получается очень аккуратненький градиент без натеков подтеков и так далее просушиваем теперь очень прикольно добавить конечно же в работу гель-лаки знаете которые вот как бы с крапушками такими как будто крапушки точечки точечно как будто скажите яйца как перепелиные яйца то есть с краем с крапушками здесь такой нейтральный на свет 318 317 есть можно теперь взять и добавить на задний план немножечко вот таких вот крапушек можно взять банально губку да обмакнуть ее в черную эмпасту и просто как бы губкой прикоснуться и получится такие более мелкие вкрапления на фон ну а мы сейчас с вами так вот маленькими и обычно знаете там раз нанесла чуть-чуть цвет видите не портится покрытие но при этом добавляется вот эти вот штучки дырючки такие прикольные так все есть просушиваем и теперь пока это все просыхает решим что же мы с вами закрепим на поверхности но я предлагаю задействовать и слайдеры и шармиконы но давайте какие-нибудь такой вот возьмем с крупными надписями уличный стиль например вот такой до шармикончик возьмем какой-нибудь абсолютно неважно любую можно принципе взять и нам любая сейчас подойдет так значит если мы приклеивать будем шармикон то конечно же мы должны перекрыть наше цветное покрытие топом без остаточной липкости некоторые мастера девчат просто вытирают липкий слой с поверхности покрытия но я не люблю так потому что знаете как бы бывает что цветной гель-лак вот нанесли на поверхность ногтевой пластины просушили вытираете дисперсию а 30 процентов цвета уходит вместе с дисперсией получается не очень красивая не очень яркое покрытие получается поэтому мы обычно все таки перед тем как приклеить какую-то наклейку мы например все таки наносим топ безлипкого слоя топ безлипкого слоя в нашем случае это теклос это кто тонко 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 просушиваем 30 секунд так ну наклеечку мы конечно наклеим и теперь я хочу придумать чтобы приклеить из слайдеров да что мы возьмем в работу из слайдеров так я естественно все нашла можем вот такие цветочки можно отдельно стоящие цветочки можно какие-нибудь ягодки клубнички пристроить причем подойдут абсолютно любые к этим цветам это конечно удивительно пробовала все подряд тулить но получается что можно в принципе любые можно вот такие взять цветы желтые прикольно или давайте что-нибудь все-таки с клубниками придумаем все-таки цветочки цветочки хочу давайте возьмем причем не один так сейчас возьму а прям парочка чтобы до было дорого богато можно и пчелку еще прилепить так давайте желтенький возьмем так желтенький один есть будет ярко смотреться так желтенький цветочек один желтенький цветочек еще один так цветочки есть ну и давайте добавим пчелку для полного счастья надо какую-то такую небольшую небольшую ну давайте вот такую все определились со слайдерами нам нужно какая-нибудь мокрая салфеточка так челка цветочек цветочек здесь просто в коробочке у меня мокренькая салфеточка лежит мокрая салфеточка лежит на которой слайдеры сейчас у нас с вами размокнут и мы начнем как бы прикреплять их на поверхность сейчас минуточку и так значит все водная основа у нас есть но теперь девчат ты класса мы уже покрыли берем какую-нибудь наклеечку не затеяли так прикрепляем на поверхность пинцет секундочку так давайте вот сюда вниз нижней части до ноготочка вот так вот вот здесь вот приклеили так ну а слайдер мы конечно цеплять будем на слайдер топ на слайдер топ если например у вас нет наличия слайдер топа можно воспользоваться просто обыкновенной жидкой базы то есть не принципиально ну а так как у нас все таки он есть наличие поэтому мы конечно же возьмем в работу слайдер топ так добрый день здравствуйте да к нам присоединяются девчонки глаза подняла как он на экран так и теперь мы перекрываем с вами слайдер топом все промежуточные топы которые вы будете наносить на поверхность конечно же нужно стараться наносить очень 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 тонким слоем очень тонким слоем чтобы не было лишней толщины они все наносит на самом деле очень тонко очень хорошо распределяется по поверхности то есть никаких проблем с ними принципе особо не бывает так ну и теперь непосредственно не знаю начну с пчелы сейчас посмотрим куда мы и прицепим так ну конечно же вот так наверно по центру пчелу сделаем хорошо сочетаться когда вы базу или слайдер топ чуть-чуть не досушиваете девчат поэтому 10 по этой дисперсионной пленки очень хорошо двигается слайдер то есть как бы чуть-чуть не досушивать нужно и базу и слайдер топ прикрепляете все слайдеры а уже потом а уже потом досушиваете так вот один цветочек я не обращаю внимание на надпись которую прицепила абсолютно это просто как фон у нас получается так и еще один цветочек давайте вот так сверху его надпись само по себе слайдеры сами по себе но это будет составлять нам общую картинку так все прикрепили и теперь конечно же когда вы слайдеры прикрепили девчат обязательно подсушите подсушить и процесс полимеризации продолжится и уже картинки не будут двигаться до слайдеры пленочка не будет двигаться по поверхности вот поэтому прикрепили подсушили то что торчит со стороны свободного краешка конечно же подпилили и обязательно обязательно любые слайдеры мы всегда рекомендуем обработать ультрабондом до или праймером но в нашем случае ультрабонд либо праймер жидкость которая грунтует натуральную пластину которая работает как двойной скотч который мы обрабатываем все слайдеры для чего да потому что сами слайдеры и сами картинки они не имеют достаточно липкости и получается что когда вы покрываете топом часто бывает со стороны свободного краешка начинаются сколы а если мы с вами обработаем слайдеры ультрабондом да появится липкость на поверхности и будет хорошее сцепление с топом все высыхает на воздухе одну-две минутки и после этого вы покрываете топом я покрою например ультрашайном да можно вернее я хочу покрыть ультрашайном и если бы я ничего дальше не предложила бы вам делать он ультрашайн как раз бы идеальный был бы вариант для перекрытия но я хочу крылышки например у пчелки выделить я точно знаю что импасты которые мы с вами выделим еще крылья у пчелы лучше всего все-таки будет стоять на теклассе чтобы не было никаких сколов потому что ультрашайна может все скалуться а вот стекласса он такой прорезиненный можно сказать пористый топ с него естественно импаста скалываться не будет вот перекрываем теклассом это как будто у нас как не как будто это финишное покрытие просушиваем пока просыхает значит еще раз возвращаюсь к теме что мы сегодня используем это гирлаки которые относятся к новой коллекции новой коллекции душевное утро 8 оттенков пастельных оттенков красивый желтый розовый сиреневый голубой бирюзовый зеленый шикарные оттеночки шикарно смешиваются и в градиент превращается шикарно да и смотрится очень классно я ни в коем случае не призываю делать эти дизайны на всех ногтях но это совершенно как бы ни к чему а вот на одном пальчике приукрасить запросто можно при любом маникюре да так все перекрыли теклассом текласс высох и теперь девчат хочу напомнить что у нас есть шикарная кисточка который мы используем для московой техники лепесточек единичка вот лепесточек единичка к зл е 1 кисточка для жестовской росписи у нее плоский цоколь и вот эти кисточка шикарно рисует лепесточка на прям сама вам будет рисовать нужно будет просто взять немножечко белые пасты белая паста белый рафинад так надо убрать и буквально кончик кисточки обмакнем сейчас не видно добрый день вот а сейчас видно все нормально так но я думаю что принципе видно так и теперь вот немножко буквально маленькую капельку им пасточки я возьму на кончик кисточки совсем совсем чуть-чуть ставлю на краешек крылышко у пчелки вот здесь вот да и мазочком аккуратненько как будто бы снимаю с кисточки излишки оставляя на краешке крылышко и поднимаю кисточку и теперь точно так же на второе крылышко нажали на кисточку подняли кисточку я думаю что видно принципе стало что крылышко такое более объемная если хотите можно пройтись еще по краешку лепесточков но просто не хочется цвет желтый портить поэтому если добавить например объема краешкам лепесточков то это должно быть совсем совсем чуть-чуть вот аккуратно кончик раз нажали подняли нажали подняли нажимаем поднимаем верхней так будет да правильно сказать это немножко дурацкое слово получается нажали и поднимаем не хочу испортить цвет цветочков поэтому буду стараться им пасту добавить только на краешек только на краешек чтобы основной цвет был виден вот с краешка начинаем и такой знаете как бы движение к центру мазок и приподнимаем ручку так это у нас будет один цветочек немножко неудобно из-под камеры все есть вот выделился до такой лепесточки у цветочка и точно также бесчеловечно попробуем клиентку пальчик перевернуть чтобы точно также добавить немножко объема лепесточком у нижнего цветочка нажимаем поднимаем то есть знаете как будто бы вы счищаете с кончика кисточки им пасту как будто бы счищаете и делаете слегка-слегка ну во первых конечно же краешек лепесточка светлее и ну и второе конечно он будет смотреться объемно никаких проблем с ноской таких вот дополняшек конечно же не будет по одной простой причине им паста очень хорошо стоит на текласе девчат без всяких вопросов так красиво вы умничка спасибо вам большое присоединение кисточку можно у вас заказать кисточку можно у вас заказать да девчата это же кисточка эми к зл е 1 у нас есть вот на онлайн платформе курс флористика мазок флористика в один мазок мазковая техника мазковые цветочки так далее и вот эта кисточка она конечно же не замедли не незаменима для того чтобы вот мазок лепесток мазок лепесток то есть как бы мы этой кисточкой практически рисуем все цветы которые у нас есть но и жестово конечно жестовская роспись и никто не отменял и кисточка была придумана именно для росписи в жестовской техники скажем так к зл е 1 лепесточек единичка самая маленькая именно лепесточек не овал а именно лепесточек к зл е 1 так просушиваем времечко у нас еще конечно же немножко есть надо придумать быстрый какой-нибудь вариант ну давайте вот например мне очень нравится сделаем градиент давайте возьмем два цвета и мы сделаем сделаем градиент сейчас я пытаюсь быстренько посмотреть в шпаргал давайте даже без градиента подумаем а ну-ка сейчас чтобы времечко прям хватило и можем даже засечь время за сколько мы нарисуем такой вариант так значит в основу возьмем гель-лак который будет нам имитировать натуральный цвет базы натуральный цвет базы я обычно имитирую с помощью 151 гель-лака как будто бы у нас с вами натуральный цвет дату сделали маникюр и смоделировали ноготочек камуфлирующей базы я сейчас взяла просто гель-лак просто сымитировать натуральный цвет ноготочка подготовленного для покрытия так все есть очень похож знаете на какой цвет от эми есть база номер 13 она точно такого же цвета практически один в один и тоже идет с мелким шиммером если вы видите на экране шиммер вам не показалось да он с таким легким легким мерцанием и вот база номер 13 от эми тоже вот она такого натуральный цвет имеет нежно-розовый и при этом как бы имеет легкий-легкий такой вот шиммер содержит внутри себя и получается покрытие такое мерцающее так а пока мы покрыли и я хочу использовать сейчас стемпинг ведь стемпинг это же техника которая мне кажется сейчас самая-самая популярная и уже наверное нет таких мастеров которые не пользуются стемпингом значит возьму пластину кружева вот тут вот есть же такой вот кусочек с кружевом видите вот такие вот вензелёчки и возьму для этого опять же белую импасту белый рафинад потому что можно запросто импастой делать отпечатки так что нам потребуется какая-нибудь карточка убрать излишки нам потребуется подушечка сейчас все возьмем буквально секунду девчат под руками чтобы было так все есть подушечка импаста кисточка и давайте я возьму немножко импасты и нанесу вот сюда на пластинку посмотрите пластинка да все чистенькая я возила стемпинг вот здесь вот у нас валентина написала вот у меня не получается стемпинг давайте вот мне даже если честно не очень удобно потому что перед носом телефон и камера как бы смотрит на стол и я смотрю на стол через камеру то есть это конечно так себе удовольствие но и тем не менее я думаю что импасты получится у всех потому что вот если лаком делать или лаковой краской то конечно нужно делать очень быстро понимаете а вот импастой можно чуть-чуть поляпаться и вот наверняка вот я например чтобы не опозориться вот сейчас я хорошенечко заполню все эти прорези чтобы наверняка импаста как бы да вот попала во все вот эти вот нарезанные до бороздочки все все убрали вот я вот прям видите вот болтаю с вами сама убираю и понимаю реально что ничего не случится потому что это импаста пока она не попадет в лампу она конечно же не застынет набирать импасту можно даже немножечко с усилием то есть аккуратно прям прижав вот если допустим лак набирать или лаковую краску то тогда нужно конечно же легким накатом не давить совершенно абсолютно на подушечку то вот например импасту набирать можно спокойненько знать точно что она точно сто процентов все наберется никуда не денется я сейчас взяла влажную салфетку из просто убираю ненужный рисунок это мне принципе будет нужно только маленькая часть абсолютно так все пластинку убрала и теперь отпечатываю хочу отпечатать только верхней части например хотя опять же можно давайте на половинку отпечатаем мне просто такой же вариант есть я хотела вот такой показать вариант а давайте мы просто к нему делать сделаем пару да тем более что мы можем использовать любой другой цвет сейчас делаем давайте мы сделаем вот так мы нанесем с вами кружева на половиночку так вот нагаточка вот так видно вот мы отпечатали и конечно же так как мы отпечатывали это все делаем пастой то конечно же пас то должна попасть в лампу очень легко им пастой мягкая такая густая но мягкой поэтому она очень легко конечно же отпечатается ну а совместим мы наше кружево давайте с каким давайте с каким-нибудь градиентом почему бы и нет голубенький цвет возьмем возьмем давайте розовенький цвет и со второй половиночки мы с вами сделаем градиент если вы не против опять же давайте вот так половиночка розовый половиночка голубенький цвет на соседнюю половинку залезать не будем но и идеально прямо ровную границу я не буду выдерживать потому что я знаю что я всегда могу сюда потом добавить какую-то полосочку так ну естественно возвращаемся к кисточке для градиента быстренько и и вытираем смешиваем два цвета между собой смешали кисточку вытираем и я уверена на сто процентов если вы делаете градиент вы попробуйте делать да то есть как бы уже есть практика вы убедитесь что это очень легко особенно если ты уже делал а если вы не делали делаете первый раз девчата я уверяю не бойтесь смешиваются просто вот сами по себе вообще без всяких проблем посту валентина до м паста м паста ну ем паста с буквой и начинается ну вообще как бы в названии у нас же присутствует да имя и фамилия екатерина мирошниченко поэтому екатерина мирошниченко и гелевая краска безостаточной липкости которую мы сейчас использовали для стемпинга мы называем м паста все просушиваем девчат 30 секунд ну и конечно же повторим еще разочек да то есть как бы ну чтобы цвет стал плотнее сейчас 30 секунд сохнет 30 секунд подсохла и теперь дублируем еще разочек но только помните что когда делаете градиент когда делаете градиент обязательно следите за тем чтобы слой был тоненьким тоненьким не надо толстый не надо жирно снимите весь лишний мастер материал с кисточки так нанесли и аккуратно вот смешали по центру смешали смешали кисточку вытираете и теперь аккуратненько от кутикулы у меня только половиночка ноготочка поэтому проблем никаких не будет да то есть как бы это очень быстро даже не ноготь целиком все очень цвета легко наносятся очень легко смешиваются так просушиваем конечно же и мне нужно обязательно разделить на две части до ноготочек в смысле отделить кружево можно конечно руками это сделать в смысле кисточкой и от руки прочертить мне что-то это у меня есть просто тут под руками лежат белые полосочки есть такие белые полоски есть золотые полоски черные серебряные такое знаете как бы подняла глаза простите да я так и хотела написать вы без за что вы просите прощения абсолютно не за что ничего страшного просто ну чтобы если например вдруг вы захотите допустим найти там через интернет купить и так далее ну просто чтобы название да как бы правильно звучало вот и все ой я с перепугу так расстроилась чтобы расстроились убрала так полосочку возьму беленькую отделю цвета цвета а так как это наклеечка то конечно же мы ее приклеиваем на т-класс где у меня название об на т-класс на то без липкого слоя так все перекрываем ноготочек т-классом просушиваем 30 секундочек определяемся с картинкой которую хотим прикрепить так у меня розово-голубой розово-голубой так чтобы такого нам прикрепить интересного посмотрим что какой тут у нас расстояние будет так приклеиваем делим на две части вот тут прям просится да это половинка потому что чтобы граница была ровная между покрытием да и кружевом который мы сделали с помощью стемпинга чуть чуть точнее надо попасть на чуть-чуть еще точнее казалось бы все проще прилепить ну вот из-под телефона это очень смешно выглядит нужно лечь под телефон чтобы получилось так приклеили так ну и теперь для интереса да что нибудь интересное приклеить сюда еще для полного счастья хочу какую-нибудь надпись маленькую найти пинаколада давайте что-нибудь вот из летних каких-нибудь напитное что нибудь про лето что нибудь про лето таймкул так знаете когда вот была под на наклеечка какая-то и не мучился бы что прилепить а так когда их много и не знаешь глаза разрываются так на что-то тут себе нашла сейчас секунду так если мы сюда какой-нибудь цветочек прилипим то тогда давайте вот так например на свободный краешек про лето солнышко так а сюда какой-нибудь цветочек опять же пчелку с цветочком если вы не против девчат времечка поджимает на самом деле но время поджимает а я все равно сижу выбираю что прилепить бы такого эдакого давайте вот такую пчелку с цветочком блин как как супер видимо принимаем как комплимент спасибо девчата на самом деле это ничего такого да не надо даже уметь рисовать делаем дизайн-конструктор а чем делали степпинг гель-лаком или импастой насти делали импастой да импасты потому что плотно ложится гель-лак все таки он жидковат для все-таки для стемпинга все таки для степпинга видите ну во всех магазинах продаются либо специальные краски какие-то да там так и пишут до стемпинг а либо гели для стемпинга так мы сейчас будем прикреплять слайдер по этому буду использовать слайдер топ если слайдер топа нет ничего страшного можно использовать базу просто покрыть базой и на липкий слой базы прилепить слайдер который хотите так но я слайдер топом перекрою во первых как бы и перекроется шарми кончики поверхность выровняется просушиваем 10-15 секундочек после этого берем какую-нибудь картинку которую мы запланировали да и вот на границу сейчас у нас еще и пчелка тут ляжет с цветочком так это я пока уберу чтобы фокус камеры об лето цветы пчелы все вроде в тему подсушили девчат после этого обязательно любые слайдеры обрабатывайте праймером или ультрабондом до жидкость которая работает как двойной скотч обрабатываем перекрываем топом так высушиваем на воздухе конечно же перекрываем топом я перекрою топом теклас топом теклас и чуть-чуть увеличу в объеме крылышки у пчелки и лепесточки у цветочка мне даже кажется он чуть-чуть потерялся но если взять с помощью импасты до выделить объем на крылья и лепесточки получится даже очень миленькая будет очень хорошо видно просушиваем так берем кисточку мы уже говорили про нее к зл е-1 лепесточек лепесточек самая маленькая кисточка для жестовской росписи берем капельку белой эмпасты эмпаста белый рафинад так мне нужно прям капелюшечка прям совсем чуть-чуть так и просто вот кончик кисточки вот буквально микро капелька выделяю крылышко с краешку и оп направляю движение кисточки к пчелки вот так чуть-чуть объема крылышком чуть-чуть объема лепесточком сейчас я лепесточки нарисую там вопросик есть мы сейчас обсудим его секундочку я пока рисую лепесточки вот здесь вот у нас висит вопрос сейчас а то сейчас закончится наше времечко у меня праймер съедает слайдер написала татьяна тань короче слайдер на самом деле правильно он разъедает пленочку да но вот смотрите и когда я наношу ни в коем случае не повторяю движение то есть если уже один раз нанесли то второй раз не проходимся очень тонкая работа в плане не повторять движение то есть как только вы проведете второй раз то пленка начнет растворяться а явно провожу быстро и стараюсь не повторять движение понимаете то есть не наносить два раза на одно и то же место праймер и ну или ультрабонда вот в моем случае давайте придумаем стебелек нашей ромашки посмотрим нужно она нам или нет нет я думаю она нам не нужно давайте оставим так можно рядом с пчелкой поставить несколько точечек вот так вот сюда на кружево вот сюда немножко вниз так ну и все им пасты добавили я считаю что все достаточно да у нас и кружева и градиент и шармикон солнцем лето да написано там у нас по мне вижу что там у нас ой девчат не там какой-то другой думала все самер написано лето нет что-то такое летние в любом случае тема летнего шармикона поэтому даже если английский вот не сильно понимать как вот допустим ваши покорные слуга ну ничего страшного так и цветочек и пчелка и им пастой выделили объемно до сделали то есть такой вот у нас набор конструктор получился и конечно же просушиваем наше время подошло к завершению вот так скажем вот так на несколько секунд оставлю на экране это все варианты дизайна девчат сделаны гель-лаком из новой коллекции душевное утро новых восемь оттенков гель-лаков ну как то что новое это знаете хорошо забытое старое на самом деле да цвета классные цвета яркие цвета весенний всех с весной и конечно же эти цвета будут популярны или и весной и летом и сейчас мы сюда последний типсик нас пристроим вот этот крайне вернее который мы сейчас делали пчелка вот вам целая куча вариантов то что вы видите машинописный текст девчат это все стемпинг то есть градиент сделали стемпинг отпечатали да с помощью пласть с помощью техники стемпинг отпечатали вот такой вот текст красивый либо вот кружева наверху видите вот такой интересный или как мы сейчас вот сделали посочетали вот стемпинг а потом сверху слайдеры и шармиконы видно девчат очень классно уходит в градиент цвета вообще просто сказочные есть какой-то вариант вот этот по моему с пчелками видите тут вот четыре оттенка розовый сиреневый бирюзовый голубой то есть вот четыре оттенка сегодня с утра мой с утра как и первый вариант мы делали из трех шикарно сочетаются цвета а это как вам как варианты знаете даже на первый взгляд кажется что оно все идентичное но на самом деле она идентична ну что вы сделаете да если например как бы одни и те же цвета и поэтому ну тут и цветочки и пчелки и клубнички и вишенки я думаю что на любой вкус и цвет найдется вот и хочется еще напоследок сказать вот о чем девчат каждый раз когда начинается новый сезон вот сейчас начался сезон у нас компаниями весна-лето значит выходят новые материалы и чем как бы мне нравится наша компания тем что не просто выпустили какой-то материал поставили на прилавке на магазине как бы покупайте что хотите с ним делайте мне нравится что вместе с материалами новыми декорациями сразу мы предлагаем вам кучу вариантов готовых вариантов вы можете просто взять эти варианты да на вооружение и воспользоваться ими вот и наряду с мастер-классами девчонки всегда готовят к выпуску дайджесты дайджест в котором собраны тоже готовые варианты дизайнов это вот такой вот дайджест каталог эми маникюр весна-лето 23 как раз таки обложка выполнена в цветах новой коллекции видите он стоит порядка 350 рублей ну скорее всего если вы покупаете может там со скидками какие-то покупайте ну то есть средняя цена там 300 350 рублей но здесь девчата когда вы открываете такие вот дайджеста с готовыми дизайнами но первых конечно же идет реклама цветов гель-лаков которые вот выходе вышли вот уже вот сейчас это как раз таки цвета гель-лаков которые вошли в коллекцию душевного утра да вот и здесь идут конечно же готовые варианты маникюров варианты дизайнов которые можно сделать из декорации которые выходят понимаете вот реклама идет гель-лаков реклама декораций конечно же но и тут же сразу предлагаются сразу готовые варианты дизайна и конечно же очень шикарные мастер-классы которые полностью описаны поэтапно то есть что наносим сколько сушим что было конкретно в том или ином дизайне задействованы какие материалы да и как это смотрится на ноготочках видите то есть как бы вы можете с помощью таких вот дайджестов да и готовых вот таких вот фотографии материалов как бы делать дизайна как бы не задумываясь потому что многие мастера говорят о том что прикольно купила там у вас картинки они конечно красиво и классно но куда применить их я не знаю и вот поэтому как бы в помощь приходит вот например то что будет модно в этом сезоне весна-лето и тут же готовые варианты дизайнов с описанием да с мастер-классами что поэтапно можно сделать девчат погромное всем спасибо за ваше внимание мы с вами выполнили дизайны гель-лаками из новой коллекции душевное утро так и с новыми декорациями которые вышли в продажу появились да у нас вот этой весной всем удачи девчат до новых встреч как всегда встречаемся в четверг в два часа дня надеюсь ничего нам не помешает еще раз спасибо вам огромное сейчас у нас пройдет мастер-класс на страничке на аккаунте екатерина николаевна мирошниченко в инстаграм и мы продолжим где тему этих же дизайнов этих же гель-лаков этих же декораций на только сделаем парочка других вариантов всем спасибо до свидания всем побольше денежных клиентов а